ну вот посмотрел рейтинг и конечно же поражен ну как это просто дни человеческая невероятная красота и но при этом всем я вот о чем подумал анечка это ведь женщины которые еще были отмечены невероятно своим правда острым умом широким кругозором интеллектуал а вот как это оценится в конкурсах красоты ты все відповеді на свои запитания отримаешь дуже скоро тому що до нашої студии я запросила володарку титулу миссис интернешнл 2017 яну луцьку та Наталю Соколі керівника ювелирної фирмы тому дожекайтеся це буде по-перше гарно а по-друге дуже талановито Яна Луцька національний директор мисс юкрейн інтернешнл закінчила Київський економічний інститут менеджменту екомен за фахом зовнішня економічна діяльність з 2000 року працювала у міністерстві фінансів України у міжнародних компаніях та посольстві США в Україні минулому році представляла Україну на міжнародному конкурсі мисс юкрейн 2017 з цього року є національним директором мисс юкрейн інтернешнл володарка титулу мисс юкрейн інтернешнл 2017 Наталія Сакали Сео Танго Джулері Компані закінчила Донецький національний університет економіко-правовий факультет у 2010 році заснувала власне підприємство з продажу дорогоцінних і напівкоштовних каменів колібрі джемс з 2011 року очолює відділ розрібного продажу а згодом оптових продажів в українській ювелірній компанії з 2015 року Сео українського ювелірного бренду Танго Джулері Компані Доброго ранку Доброго ранку Вітаю вас в нашій студії така краса справжня весна і одразу хочу запитати вас наше традиційне запитання який ранок у вашому житті вам запам'ятався найбільше з найяскравішими емоціями є так і ранок конечно такое утро є це незабуваємое утро в Америке потому що в прошлом году мне випала больша честь я представляла Украину на международном конкурсе красоти місіс інтернешнл который проходил в Америке і для мене була це больша честь і це не були незабуваємі емоції когда Мэри Ричардсон глава і владелеца місіс інтернешнл она предложила мне потому что я достойно представила Украину представила нашу страну она предложила мне стать национальным директором и представлять интересы місіс інтернешнл в Украине и в этом году 25 апреля конкурс місіс україн інтернешнл будет проходить у нас в Києве в Украине впервые легендарный конкурс который уже в Америке проходит более 30 лет при поддержке правительства США яскравый ранок таки историчный а у вас пани Наталья вы знаете наверное каждый раз когда в жизни бывают какие-то моменты переломные потому что это решается положительно и после этих трудностей просыпаешься утром и ты ощущаешь особую глубокую радость счастье от того что ты стал сильнее ты стал мудрее и любые поражения это признаки новых побед и вот когда утро начинается с этих мыслей то это такая путеводная звезда к тому что все получится дякую ну дейсно яскравые ваши ранки паня Яна я знаю что вы не в одному конкурсу красив серйозному профессиональному брали участь расскажите будь ласка про ваши перемоги про ваши здобутки про ваш досвид в 2016 году мне представилась большая честь возможность представлять Украину на международном конкурсе месяц всесвит и я получила почетный титул я месяц универс амбасадор 2016 это был ваш дебют да это был мой дебют на международных конкурсах красоты это самые престижные конкурсы красоты в мире прошлом году мне выпала большая честь я представляла Украину на миссис интернешнл это были действительно два незабываемых года самых знаковых года в моей жизни и как раз того момента начались наши партнерские отношения в этом году в 2016 году мы как раз начали такую командную работу с Яной поскольку подготовка образов она сопровождалась не только выбором платья причесок макияжа но конечно же выбором ювелирных украшений поскольку ювелирные украшения они позволяют раскрыть глубину души глубину взглядов женщины и любимая вот наша фраза слога нашей компании что одно украшение танго звучит убедительнее чем тысячи красивых слов и вот такое деловое партнерство но так тесно переплелось потому что мы подбирали украшения это были такие где-то где-то согласия где-то споры такие разные переплетения но это было очень интересно и и зажигательно и так я на самом деле очень благодарна натальи потому что для меня в первую очередь представляю Украину на международных уровнях для меня очень важно чтобы я была на сцене на международной сцене на Миссис Сесфит на Миссис Интернешинл чтобы я была от украинских производителей но мне были наряды на мне были ювелирные изделия только украинских производителей и я горжусь тем что я популяризировала украинские таланты это действительно очень важно для меня но для речи давайте поговорим конкретнейша больше про Месяц Интернешнл 2017, там, где вы принимали участь, вы также поддерживали, так? Конечно, конечно. С 2016 года вы подбадёровали Яну, чтобы она принимала участь в Месяц Интернешнл. Какие задания стояли перед вами тогда? И, на вашу думку, вы впорывали с ними, с всеми заданиями? Да, безусловно, благодарю за вопрос. Я считаю, что я справилась и была на высоте, это оценила не только жюри конкурса Месяц Интернешнл, это также высоко оценила руководство и владелица Мэри Ричардсон. И я считаю, что... А за какими критериями они оценивали? Прежде всего, Месяц Интернешнл это уникальный конкурс, потому что основа и миссия этого конкурса лежит в популяризации успеха замужней женщины. Самое главное... То есть, в первую очередь, девчина має быть уже замежня? Да. А почему так, чтобы она в зале не знайшла в себе хлопака, и когось не залишилась, а там... На самом деле, вопрос очень интересный, но, безусловно, есть критерии конкурсов, где мисс, это не замужние, молоденькие девушки, и есть критерии конкурсов для Месяц, это для замужних женщин. И вот как раз, когда конкурс проходит для замужних женщин, в данном случае Месяц Интернешнл, оценивается её уже критерии успешности, как бизнес-леди, как бизнес-вумен. Это женщины, которые сделали себя сами, они успешные в социальной сфере, они любящие мамы, любящие жены. То есть, это действительно вот такой квитэссенция, набор для женщин, быть успешной. То ваш человек вас поддерживал уже в зале, это первая такая сходинка, что вы замужня, другая, насколько вы успешна. Ну, а краса, параметры, это уже были десь далее, так? Наступные пункты. На самом деле краса действительно важна, потому что все-таки это конкурс красоты, но также самое главное это то, как ты состоялась, какая ты успешная бизнес-леди, то, что ты также активна в социальной сфере, то, что ты являешься, конечно, мамой и любящей жены. Ну, и теперь вы получили такой почесный статус, очолювать этот конкурс в Украине. Наступного года, точнее, этого года уже будет месяц Ukrainian International 2018. И у меня одразу запитание до вас, как, возможно, потенциально участницей этого конкурса, что мне необходимо сделать в себе, ну, я зрозуміла, что нужно замуж выйти, так, швиденько, возможно, я встигну еще. Что еще? Сукню, где мне брать, может, что-то там с волосом сделать, я не знаю. Наверное, я вам расскажу о формате Миссис Интернешнл. Формат Миссис Юкрейн Интернешнл – это 100% формат Миссис Интернешнл, это конкурс, который проходит в Америке. Здесь на Миссис Юкрейн Интернешнл в формате этого конкурса проходят 5 дефиле. Самое главное дефиле – это бизнес-леди дефиле, где финалистки финалистки имеют возможность представить свою сферу деятельности, свой бизнес, свои увлечения, свои достижения. Показать… Ну, за ВНЄ доброе, а ще что? Второе важное дефиле – это фитнес-фиаппрезентейшн. В формате Америки тоже это дефиле важным является, потому что идет популяризация здорового образа жизни. То-то в купальниках? Нет, это не купальник. Это формат Миссис, это формат замужних женщин, поэтому априор в купальниках вы не можете быть на сцене. Это вы находитесь на сцене в красивой спортивной форме. И своим красивым физическим телом, своей красивой физической формой вы популяризируете спорт, здоровый образ жизни, правильное питание и то, что вы занимаетесь собой. Третий дефиле – это выход в украинском национальном костюме с детками, потому что это очень символично, образ Нэнки, матери, вы выходите с детками. И, конечно же, завершение – это выход в вечерних платьях, где вы королева, и все-таки вы показываете свою грацию, как вы держитесь на сцене, и как раз… А вот стосовно суконя, аксессуарев, ну, зрозумево, что вы будете партнером этого конкурса, так? И дополниваете красу вечерних нарядов, будете прекрасные фирмы «Танго». Да, вот как раз именно пятый вечерний выход девушек, он будет в украшениях ювелирной компании «Танго». Я хотела бы еще сказать о том, что Яна патриот своей страны, вот когда она ехала на конкурс, она особо задумалась над тем, в чем она будет и как она будет выглядеть. И этот выбор был только на украинских брендах, на украинских дизайнерах и художниках. Это очень ценно, очень важно, потому что в эпоху того, когда как бы границы открыты, все доступно, очень много марок, очень много известных брендов, и отдается предпочтение именно украинским дизайнерам. Это очень почетно и трогательно. А интеллектуальный конкурс будет? Да, конечно, безусловно. В формате бизнес-леди дефиле он выглядит следующим образом. Запускается видеопрезентация финалистки и участницы, где она себя позиционирует. Потому что это всегда интересный момент. Да, безусловно. В очень замечательной, красивой локации «Риджин Хилл». И, конечно же, будет, помимо конкурсной программы, помимо замечательных пяти дефиле, будет выступление звездных артистов и звездных гостей. Будет, держу пока в секрете… Немножечко. Это большой лидер. Да, заинтригурую. Это будет обязательно поп-дива. Поп-дива нашей украинской эстрады. И могу только лишь сказать… И расскажите лучше. Я могу приоткрыть имя второй. Это народная артистка Украины. Это будет Нина Матвиенко. Будет выступать с Тони Матвиенко. У них будет выступление перед выходом в украинском национальном свидетеле. Это очень символично и трогательно. Конечно, да. То, что мама передает дочке, так и финалистки выйдут с детками. Это будет действительно незабываемо, трогательно и очень красиво. Доброе. Когда будет уже визначенный переможец, переможница точнее 2018, в чем будет полягать ее миссия на наступный рейк? Благодарю за вопрос. Это действительно очень важный вопрос, потому что, когда ты получаешь корону и получаешь титул, это главная корона страны, месяц Украины Интернешнл 2018, это не просто коронный титул. К таким важным событиям, важному титулу прилагается важная миссия. Безусловно, это насыщенная социальная сфера. Безусловно, это социальные какие-то действия. Это благотворительность, это популяризация, вдохновение для других женщин. Потому что конкурс, на самом деле, главной миссией, помимо популяризации успеха женщины, является вдохновением для других украинок, для других женщин, что да, можно быть успешной, можно быть красивой, заниматься карьерой, заниматься социальной деятельностью и быть при этом любящей женой, заботливой мамой. Это, наверное, дает посилы, эмоции другим женщинам двигаться вперед и достигать высоких целей. Склад учасниц уже сформованный. Да. Тобто записаться уже не можно. Это только можно будет на следующий год. Я буду готуватися. И ваши желания безусловно учасникам конкурса? Я просто хочу сказать, что я безумно ими горжусь. Я в восторге от финалисток, от тех женщин, которые решили принять участие. Это 14 супер-женщин. Все они успешные, все они яркие, харизматичные, красивые. И, безусловно, могу однозначно сказать, что жюри будет очень сложно определиться с выбором. И я всем желаю победы, успехов и процветания. Мне хочется пожелать всем участникам конкурса «Миссис Украина Интернешнл», который будет проходить впервые в Украине, уверенности в себе, незабываемых ярких впечатлений, хочется, чтобы они были чувственными, эмоциональными, яркими, восхитительными, чтобы они были настоящим украшением этого конкурса. Сегодня прекрасно в нашей студии стали саме вы. Спасибо вам за то, что вы надыхаете, за то, что вы организовываете такие корыстные конкурсы. И ждем вас уже с победницей у нашей студии. Спасибо вам. Спасибо, Дарюс. Спасибо большое. До встречи в следующем конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова